Привет любителям науки! Сегодня узнаем о трагической судьбе самого редкого вида млекопитающих планеты, разгадаем тайну ледяных пирамид и послушаем первую компьютерную мелодию. Подробности далее. Специальная комиссия из ученых и чиновников австралийского штата Квинсленд выступила с заявлением о трагической судьбе самого редкого вида млекопитающих планеты. Рифовая мазачно-хвостовая крыса являлась единственным эндемиком островов Большого Барьерного рифа. Более того, она обитала лишь на крохотном острове Брэмбл-Кей, открытом британскими моряками в 1845 году. Если в 1978 году биологи видели сотни крыс, то в 2002 году смогли обнаружить лишь 12 особей, а после 2009 года сообщения о встречах со зверьком поступать перестали. Это не первый вымерший на глазах человека вид. Как оказалось, в 21 веке человеку не обязательно лично уничтожать мешающих животных. Крыса вымерла в результате глобального изменения климата. Больше трех лет тому назад в интернете появились первые снимки загадочных пирамид посреди Антарктиды. Их сделали якобы 8 исследователей из Европы и США, имена которых не раскрывались, так как они были намерены отправиться в секретную экспедицию к месту расположения рукотворных строений. Результатов их изысканий нет до сих пор. Тем временем российские ученые нашли феномену очень простое объяснение. Так геолог Юрий Козлов напоминает, что любая порода состоит из минералов разной плотности, потому под воздействием окружающей среды они разрушаются неравномерно, создавая такие причудливые формы. Долгое время считалось, что первая сыгранная компьютером мелодия была записана в 1957 году в исследовательском центре Белл-Лабортрис США. Однако это не так. Двое новозеландских ученых, Джек Копленд и Джейсон Лонг из университета Кентербери восстановили первую компьютерную музыку, сыгранную в 1951 году еще компьютером Алана Тьюринга. Звук, воспроизведенный компьютером, был записан на 12-дюймовый односторонний ацетатный диск. Первая в мире запись компьютерной музыки оказалась сильно повреждена. Авторам исследования пришлось проделать почти детективную работу, чтобы точно установить тональность всех звучащих звуков на пластинке. Далее авторы очитили записи от многочисленных шумов. Результатом работы стала полностью восстановленная двухминутная запись, на которой слышны три композиции. Это были самые потрясающие новости науки на сегодня. До завтра.